Это интервью дня, я Константин Ганов. Здравствуйте. 19-25 декабря в России объявлена неделя популяризации потребления овощей и фруктов. В гост нашей студии Оксана Галкина, врач-диетолог. Здравствуйте, Оксана Михайловна. Здравствуйте. Оксана Михайловна, неделя объявлена, и что в рамках этой недели происходит, что реализуется? Дело в том, что в рамках этой недели происходят различные мероприятия, просветительные, чтобы давать информацию, чтобы люди понимали, для чего и в каком количестве, и в чем польза потребления овощей и фруктов. Также дополнительно то, что проводятся различные мероприятия именно с физкультуры, с тем, что именно это совместное с Минздравом мероприятие. Просто мы сами с детства, нам говорят, и мультики есть соответствующие, и песенки даже детские, про то, что чтобы где-то там не было прыщей, нужно кушать много овощей, как сказал профессор кислых щей. Ну, понятно, что это для детей, нам в детстве в школе говорили, кушайте витаминчики, витаминчики только в овощах и фруктах. Почему его нет в мясах, почему их нет в мясе, почему их нет в хлебе, я не понимаю, но тем не менее. Чем фрукты, чем овощи полезны? Объясните на пальцах. Хорошо. Дело в том, что у нас вообще в природе витамины есть различных двух групп. Водорастворимые и жирорастворимые. Но жирорастворимые – это у нас витамины А, Е, которые необходимы. И получается, что витамин Е, он поступает и с маслом растительным, и то, что вместе с рыбой жирных сортов. Почему как бы немножко всем, что в мясе нету, но в рыбе как раз вот присутствует. Дело в том, что большое количество витаминов, а там достаточно большая группа водорастворимых витаминов, это группа В, по номерам это большое количество, это в основном именно овощи и фрукты. Но дело в том, что помимо витаминов, в овощах и фруктах присутствуют микроэлементы и макроэлементы, которые необходимы, они участвуют в обмене веществ и при создании витаминов, при создании различных ферментов, при создании в организме, когда происходит формирование антител, различных гормонов, в мясе, продуктов животного происхождения, этих веществ их или нету, или достаточно мало. Там другие есть, которые также необходимы. Но в мясе есть белок, который является основой для построения всех этих полезных веществ, гормонов, ферментов, антител, без этого никак. Без протеинов не было бы мышц, ничего бы не было, да, согласен. Но дело в том, что у витаминов, особенно водорастворимых, у них короткий срок, можно сказать, короткий срок хранения. Почему и нету такого, что накопительного эффекта. Почему необходим постоянный прием овощей и фруктов. Причем отмечено, что при длительном хранении или в процессе термической обработки количество витаминов начинает снижаться. Различные продукты, если распределить по цветам, желтые, красные, оранжевые, зеленые. То, что желтого оранжевого цвета, это у нас идет бета-каротин, каротиноиды, морковка, перец. Для чего они нужны? А это именно влияет на наше зрение, на светоощущение, цветоощущение. Дело в том, что зеленые продукты, это зелень, листья салата, брокколи, различные все капусты, тот же самый лук зеленый, там идут группы витамины водорастворимых, они полезны, и там имеются в наличии флавоноиды, которые обладают антибактериальным эффектом. Дело в том, что те же самые продукты красного цвета, они тоже имеют антиоксидантные вещества. Что такое антиоксиданты? За что они отвечают? Это борется в организме с плохими клетками. Дело в том, что не только под воздействием каких-либо веществ, препаратов, не только при радиации, не только при алкоголе, но и дело в том, что при различном стрессе может происходить небольшая поломка и может образоваться клетка, которая не относится к той ткани, где эта клетка неправильно поделилась. И как с этими клетками бороться? Ежедневно организм определяет эти клетки и происходит уничтожение. Вы упомянули про алкоголь. Первое января, понятно, многие употребят. Никуда без этого. Какими овощами, какими фруктами можно будет привести себя в хорошее состояние? Дело в том, что чтобы не так было тяжело себя приводить в порядок, лучше все-таки не злоупотреблять в большом количестве алкоголя. Согласен, все хорошо в мире, полностью согласен. Но дело в том, что если даже так вот произошло, то тогда советую на следующий день употребление щей, причем из сквашеной капусты. Вот и рассольчик сквашеной капусты тоже хорошо, я помню. Да, потому что там дело в том, что в квашеной капусте в процессе выражения количество витамина С увеличивается. Вот так? Да. А я-то думал, что при термообработке витамин С куда-то уходит. Он снижается, да, особенно если происходит бурное кипение и контакт с кислородом. Почему тогда и рекомендуют, чтобы вода не бурлила, ну или вода, или бульон, и кастрюля была накрыта крышкой. То, что точно так же будет происходить процесс приготовления продукта, но за счет того, что вот такими хитростями процесс распада витаминов, он не будет достаточно такой бурный. Ну и учитывая то, что количество витамина С первоначально в капусте и по сравнению с тем, когда происходит квашение, увеличивается, по-моему, в 5 раз. То есть там даже больше, чем в лимонии? Гораздо больше. Чем в лимонии? Да. Все, переходим на капусту. Почему как раз и наши родители, бабушки, дедушки, они в большом количестве именно использовали квашеную капусту. Использовали вот яблоки моченые, ягоды. А учитывая, что когда еще смесь квашеная капуста с яблоками, с ягодой, и это использовалось в виде салатов с добавлением небольшого количества масла растительного, который с запахом, нерафинированное, немножко зелени, то это такая палитра красок, это еще и очень вкусно. От каких проблем со здоровьем можно еще избавиться при помощи овощей и фруктов? Ну, дело в том, что если организм относительно здоров, то есть нет проблем с кишечником, то использование сырых овощей, ну, тот же самый капуста в виде салатов, та же самая, ну, редька, репа, ну, то же самое приготовление в виде салатов. Дело в том, что в овощах большое количество клетчатки, которая работает в виде, ну, можно сказать, как метла. Она из кишечника на себя... Выметает все лишнее. Да. Она помимо того, что на себя все адсорбирует, и с учетом того, что большое количество клетчатки, нормализуется перистальтика кишечника, и все уходит очень вовремя. Но ведь не все же овощи полезны. А есть ведь овощи, которые мы на своем огороде собрали, а есть и овощи, которые непонятно, где в каком-то вызревателе вызрели, их привезли в магазин, они неизвестно, сколько там пролежали, и непонятно, кто еще по ним бегал. Ну, дело в том, что даже когда на своем огороде, это не значит, что они полезны. Потому что если огород находится вблизи, возле дороги, то ты вырастил все эти ягоды, эти овощи, но они на себя адсорбировали, все эти выхлопные газы. Так что если в городе, вот если взять даже в частном случае у нас в городе, в центре города, в частном секторе, и вот ты выращиваешь, не надейся, что у тебя это будут полезные вещества. Надо где-нибудь на даче и очень далеко. Это на даче, и желательно, чтобы все-таки это не было близость именно к трассе. И дело в том, что когда у нас продают на обочине дороги те же самые, вот особенно это осенью, когда арбузы, дыни, когда фрукты продают, то то же самое, при леченном нахождении это не стоит. Но стоит обращать внимание, то что какие фрукты, какие овощи, вот в какое время года они у нас появляются на рынке. Но дело в том, что если апельсины, мандарины и подмарка того, что типа они к нам поступили где-то там за границей, но знаем, что это урожай уже достаточно так, ты понимаешь, что сезон созревания, да, то лучше тогда не рисковать. Лучше взять те продукты, которые все-таки идут по сезонам. Это один момент. Второй момент. Либо выращивать у себя на подоконнике. В рамках недели популяризации потребления овощей и фруктов мы беседовали с Оксаной Галкиной, врачом-диетологом. Всего доброго и до новых встреч.